С нами на связи Пётр Шевченко, аналитик, аспирант Цзелинского университета. Пётр, здравствуйте, рад вас приветствовать в эфире телеканала Freedom. Здравствуйте. Добавим также ещё цитату заявления госпожи Раймонда. Она говорила о том, что США не хотят сдерживать китайскую экономику, но введённые действия в отношении официального Пекина, наверное, говорят немного об обратном. Не является ли, по вашему мнению, вот такая политика слишком мягкая по отношению к Пекину, учитывая всё то, что происходит на территории самого Китая, внутренние процессы, которые происходят на территории Китайской Народной Республики, направленные, похоже, опять-таки, похоже на определённые военные действия в отношении Тайваня. Возможно, всё-таки нужна та красная кнопка, о которой говорят ваши коллеги-аналитики, которая и будет сдерживать Китай от агрессивных действий. Да, ну, во-первых, красная кнопка, она имеет, скажем так, обратный эффект для самих США. То есть, грубо говоря, если США пойдут на какие-то жёсткие экономические меры, весьма болезненные для Китая, ну, к примеру, это не просто ограничение, например, на вывоз определённых технологий из США, к примеру, вообще запрет, например, на технический импорт Китая из США или европейских стран. Это будет очень болезненно для Китая, но, тем не менее, это также ударит и для самих США, потому что Китай также в ответ ведёт определённые действия. То есть, эта красная кнопка, скажем так, она имеет также, ну, негативное значение и для самих США, и в целом для их экономической стабильности. Поэтому я думаю, что пока что к ней прибегать не будут и будут пытаться найти вот всё-таки общий язык. И вот вы правильно подчеркнули, вот как мы можем сложить вот эти две компоненты. С одной стороны, довольно-таки примеряющую риторику, когда США или сам Китай, они говорят, что да, вот нам нужно вместе торговая, сосуществовать, нужно по максимуму пытаться сохранить вот эту вот модель, которая была во времена, к примеру, Буша, Обамы, когда была так званая Чемерика, то есть проект максимальной экономической кооперации, взаимодействия. Но при этом мы видим, что реальные действия и в самом Китае, и вообще в целом на Западе, в США, вот как вы подчеркнули некоторые аналитики, они вот сейчас так очень алармистски отзываются про Китай, то есть они выступают такими фронтменами определённой повестки. То есть мы вот видим, что накаляется их отношение между американцами и китайцами. И вот как мы можем соединить эти две компоненты. То есть мы должны понять, что две страны, они являются жёсткими адептами реализма, несмотря на то, что всё-таки США, они больше приверженцы, ну как минимально, они более пытаются быть приверженными либеральным ценностям, но тем не менее мы видим, что мир изменился, сейчас страны всё больше склоняются к такому жёсткому реализму. А Китай, он никогда как бы не скрывал свою такую жёсткую реалистичную сущность и то, что он будет только всегда преследовать свои собственные национальные интересы. И вот, собственно говоря, вот мы видим сейчас, что страны поняли, что они находятся в таком патовом состоянии, когда они только могут конкурировать, потому что на кону не мало, не много, а целое мировое лидерство, в первую очередь экономическое. И при этом им необходимо сохранить определённые каналы, в первую очередь экономического, экономического торгового взаимодействия, потому что от этого зависит их собственное благополучие. И вот я думаю, что где-то на стыке вот этих двух трендов и будет найдена их точка взаимодействия, то есть когда они поймут, что да, это управляемая конкуренция, но мы должны, тем не менее, что-то сохранять, какие-то области взаимодействия, там климат, торговля, например, борьба с пандемиями, глобальное здоровье и так далее. Тут вот хотелось бы понять причинно-следственные связи, скажем так, Пётр. С чем вы связываете вот эти, ну, скажем так, кошмаривания, что ли, компании США, ну, подозревая в каком-то шпионаже, это некий ответ на что-либо. И ещё хотелось бы обратить внимание на то и понять, в каком состоянии сейчас экономика Китая, на чём она базируется США, потому что вот вы уже вспомнили о том, как, в принципе, сейчас Запад смотрит на отношения экономические с Китами, боятся, чтобы полностью там не произошло некого краха, потому что это зацепит весь мир, в том числе об этом пишет и Блумберг. Ослабление экономики Китая скажется по всему миру, но не только негативно они это обозначают. Вот, в настоящее время уже глобальные инвесторы вывели более 10 миллиардов долларов с фондовых рынков Китая. Также отмечается в этой статье, что ослабление экономики Китая будет иметь не только плохие последствия, но всё-таки не всё так безнадёжно. Замедление темпов роста Китая приведёт к снижению мировых цен на нефть, а дефляция в стране означает, что цены на товары, которые отправляются по всему миру, будут снижаться, сообщает агентство. Вот, ну, таких, скажем так, палка двух концов. Вот ваше мнение и оценка вот таких глобальных процессов, что происходит внутри Китая, как это отражается на всём мире, и чего боятся США и, собственно, Китай по отношению к США. Что происходит? Ну, вот мы можем начать как бы с конца. Вот чего боятся США? США боятся того, что они потеряют контроль над развитием Китая, потому что вот мы видим, что сам проект, скажем так, развития Китая, он задумывался по немножко другим лекалам. То есть это должна была быть такая перманентная фабрика, производимая дешёвые потребительские товары. Но дело в том, что это такой взгляд, ну, он был порождённый, в принципе, вот за последние 30 лет. Это неолиберализм, который нам говорил, что вот мы можем торговать, мы можем работать, а вот история, культура, это всё не имеет значения. А есть другая школа, например, структурный реализм. И он всегда говорил про то, что культура, история, они важны, в первую очередь, в Азии. И вот когда Фрэнсис Фукуяма говорил, что история умерла, это конец истории, и все как бы хорошо себя чувствовали, потому что все понимали, что это бизнес, можно делать прибыли, и все себя хорошо чувствовали. Но дело в том, что Китай, он изначально шёл на сделку США по превращению себя в такого экономического гиганта, потому что он помнил свою историю. И Дэль Сяо Пин в своих мемуарах, он писал про то, что Китай вернётся к своему историческому величию. А что это означает? Что это экономическая мощность. Что Китай всегда базировал свою геополитическую амбициозность на экономической мощности. И вот, собственно говоря, то, что сейчас мы видим, что в Америке уже нельзя прикрывать определённые провалы в политике, касательно Китая, за определёнными вот этими лекалами того, что нам нужно работать, только бизнес as usual и так далее. То есть все уже понимают, что Китай, он стал слишком большим, он очень сильный и он уже, начиная с 2012 года, он уже перестал отыгрывать роль младшего партнёра и фабрики мира и так далее. То есть он уже проявил свою истинную сущность и он уже идёт на то, что, да, несмотря на то, что США хорошая работа, хороший бизнес, но тем не менее у Китая есть национальные интересы, про них надо помнить. Есть амбиции, скажем так, великодержавные, как пишут сами китайцы. И вот, собственно говоря, поэтому США сейчас идут на то, чтобы вот сейчас скоординировать свою политику, свою стратегию в отношении Китая и вот уже перейти от engagement, да, вот этой политики задействия, которое было с Китаем последние, там, до 2000, где-то 2010 года, уже перейти к политике вот containment, то есть сдерживание. То есть это первое, чего опасаются американцы. Чего опасаются китайцы? Это, конечно же, то, что они не смогут поддерживать свою стабильность внутри страны, свой экономический рост вот без Запада и то, что они очень сильно зависимы от Запада. Это то, что говорит Си Цзиньпин, про технологический суверенитет, про то, что они сейчас китайцы, тем не менее, что они, да, то есть они сейчас пытаются, вот, как говорит, опять же таки, ну, правительство вернуть свою национальную гордость и так далее, но тем не менее они экономически зависимы от Запада. И это то, что сейчас хотелось бы сделать Китаю, это вот уменьшить свою зависимость от США. И при этом мы видим, что экономические проблемы, они нарастают в самом Китае и Китаю необходим Запад для того, чтобы справиться с этими проблемами. Поэтому мы и увидим в дальнейшем, что Китай, он будет постепенно уже уходить от тесной корпорации с Америкой и будет пытаться заменить те же самые рынки, внешние рынки, например, Запада, рынками глобального юга. Также он будет пытаться увеличивать свой технологический суверенитет благодаря инвестированию в науку, ну, в НЕОКР, то есть научно-технологическое развитие. То есть это вот такой кризисный момент для Китая. И еще неизвестно, как Китай выйдет из этого кризиса. Ну, сами китайцы надеются, что им получится преодолеть этот кризисный момент и вот выйти на новые рельсы развития. Наши коллеги показывают сейчас главу Министерства финансов еще США Джанет Йеллен. Коротко о ее также визите, который состоялся, в принципе, не так давно. У США и Китая есть серьезные разногласия, но отношения между странами укрепляются. Именно таким образом комментировала итоги своего визита в июле еще в Китай глава Минфина США Джанет Йеллен. Цель поездки, по ее словам, заключалась в установлении и углублении связей с новой экономической командой КНР, снижении риска недопонимания прокладывания пути к сотрудничеству. Йеллен говорила, что отдаление от Китая в плане экономических отношений стало бы катастрофическим для обеих стран и дестабилизирующим для мира. Но при этом Вашингтон официально хочет видеть открытую, свободную и справедливую экономику. О разногласиях необходимо сообщать отчетливо и прямо. В ходе визита Йеллен также обсуждала с собеседниками в Пекине войну России против Украины. По словам главы Минфина США, она указала на недопустимость материальной поддержки России в войне со стороны Китая и уклонение от санкций, введенных в отношении Москвы. Да, и также Соединенные Штаты Китая расходятся во мнениях по разным вопросам от торговли до соблюдения прав человека. И во время своего визита в Пекин поднимал эти темы и госсекретарь США Энтони Блинкен. Было отмечено, что соперничество с Китаем не должно переходить в конфликт, а дискуссии должны быть конструктивными. Что же касается обязательств Пекина не поставлять России летальное оружие для войны с Украиной, госсекретарь США подчеркнул, что не увидел ничего, что противоречило бы этим обязательствам. Вот, собственно, лето такое выдалось довольно жарко в дипломатическом плане для Вашингтона и Китайской Народной Республики. Визит госсекретаря США, визит главы Минфина США и визит главы Министерства торговли. Если так подытожить, да, эти все визиты стали ли они таким себе открытием для дипломатических непростых взаимоотношений между КНР и Соединенными Штатами Америки. Если так небольшой итог сделать. Подводя такой итог, мы можем резюмировать, что эти визиты, они являются логическим продолжением вот этой линии самых США и Китая, направленных на то, чтобы максимально возможно взять ситуацию под контроль. Потому что, опять же таки, вот, например, Ханс Моргантау, это известный реалист, то есть он писал, да, про то, что если есть великое державное противостояние, очень важно все-таки сохранить эти рамки соперничества. Потому что, когда две, ну, милитарные отношения, в военном отношении, в экономическом отношении, две супердержавы, они начинают конфронтацию, им нужно понимать, как не прийти вот эти рамки и не столкнуться в прямом противостоянии. Поэтому я думаю, что вот это понимание, это осознание, оно есть как и в Пекине, так и в Вашингтоне. И сейчас две страны, они пытаются развить тренд того, чтобы они смогли сосуществовать в максимально взаимовыгодном ключе. То есть, как мы понимаем, это сохранив, будучи конкурентами, сохранив свою торгово-экономическую работу. И поэтому вот эти все встречи на уровне министров, людей, ответственных за экономику, финансы, они в итоге придут к тому, что будет заключена определенная большая договоренность на высоком уровне. Скорее всего, это будет сделано уже этой осенью на саммите стран ОПЕК. Вот возможно, если Цзиньпин туда поедет, и там будет встреча с президентом Байденом. И с того, что и США, и Китаю им удастся перезапустить свои отношения с такого кризисного в более конструктивный характер. И на данный момент все эти встречи, они являются пазлами на пути обеих стран к этому. И тогда вот, подытоживая этот четырехдневный визит министра торговли Джены Раймонда, она также указывала в одном из комментариев, что не хотелось бы, чтобы этот визит был для того, чтобы договариваться-договариваться. Как вы оцениваете этот визит? Действительно ли там... Ну, мы так и не увидели каких-то подписаний меморадов или договоренностей, ну вот, чтобы как-то это было закреплено. Ну, по крайней мере, об этом не озвучивалось официально. Вот, каких-то документов подписано не было. Так о чем этот визит, по вашему мнению? Ну, китайцы говорят, каймензяншан, то есть открыть дверью видеть гору, перейти сразу от плохой ситуации к хорошей, то есть мгновенно исправить ситуацию. Это было бы реально только при условии, если бы Китай был бы доволен, если бы Китай был бы удовлетворен в своих амбициях, в своих экономических интересах и так далее. То есть этого мы не видим, потому что США сейчас очень... Скажем так, вот эта эпоха Джека Салливана в качестве советников по нацбезопасности, она ознаменовалась тем, что Америка начала очень активно отстаивать свои национальные интересы. И вот те, кто, допустим... Я, например, интересовался его работами, его научными работами, и он там напрямую писал, что это уже новый мир, и это уже новый США, и это уже новый этап взаимодействия с ключевыми игроками на мировой арене. В первую очередь это Китай, Российская Федерация, там где мы видим конфронтацию, Китай, там где мы видим геополитическое соперничество и так далее. То есть мы видим, что встречаются, например, на уровне глав экономических торговых ведомств, и там есть определенные договоренности. Они носят поступательный характер, то есть пока что не может быть рывка, потому что сама проблема, вот, она не решена на данный момент, то есть мы говорим про соперничество. А вот определенные договоренности, определенные условия, при которых они могут нормализоваться, эти условия, эти отношения, они сейчас как раз и обговариваются. И вот мы видим, что эти встречи не происходят, да, то есть мы не видим прорывов, но тем не менее мы ощущаем вот то, что есть сама, ну, этичь, то есть сама есть позиция к тому, что странно не хотят нормализировать свои отношения. Когда это произойдет, вот, ну, я так думаю, субъективно, что-то, скорее всего, должно быть закреплено на высоком уровне, на встрече Байдена и Си Зиньпина. И, возможно, тоже будет в этом году. ...факта о ненападении здорового человека, условного, да, такого себе, очень условного, но не того, о котором можно подумать, Риббентропа Молотова, но такого, который позволит миру развиваться, да, а не погибнуть, собственно, в горниле войны. Спасибо вам, Петр. Да, спасибо вам большое. Ну, это тоже почему-то мне вспомнилось, как Джо Байден недавно назвал экономику Китая бомбой замедленного действия. Ну, посмотрим, как пройдут уже встречи Байдена и Си Зиньпина. Об этом тоже мы с вами поговорим в свое время. Спасибо вам большое. Хочу напомнить, Петр Шевченко, аналитик аспиранции Зелинского университета, был с нами на связи. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы.